Приехал в метро Кашенкэрри. Сегодня тут скидочки на масла. Пойдемте посмотрим, что есть, приобретем. Благодарю за поддержку Александра Григорьевича и Сергея Александровича. Спасибо. Друзья, здравствуйте. Попал в метро Кашенкэрри в город Оренбург. Приехал купить на замену масла. Ну и покажу вам цены какие по скидке масла и что я себе выберу. Так, ну смотрите, что у нас тут Mobil 2700. Ну смотрите сами цены, я вам просто покажу. Шел в зиму нулевочка 2000. Шел в зиму пятерочка 1400. 1200. Так, что у нас здесь еще? Давайте здесь посмотрим. А, вот они, скидочки. Смотрите. Матюль 3000. Ликвимоли 2300. Так, Виско. Ликвимоли. Так, Лукойл Генезис 1200. Если округлить. 5В30. 4 литра. Лукойл 5 литров полусинтетика. 771 рубль. И есть 10В40 Генезис. 749 рублей. Вот, наверное, я что-то из этого и возьму себе. Потому что масло я меняю через 5000 пробега примерно. Я считаю, что, это мое мнение, в метро, я думаю, не буду паленку продавать. В основном, я думаю, что с заводами работают. А любое масло, если оно оригинальное, то оно будет качественное. Это мое мнение. Напиши мне интересное тоже, что вы скажете. Ребята, решил остановиться вот на этом масле. 750 рублей стоит 10В44 литра. Возьму две канистры на одну, на вторую машину. Сейчас поменяю. Напишите, пожалуйста, кто знает за это масло, подскажите. Так, ребята, взял две канистры масла. Сейчас на кассе оплатим. Поедем менять. Так, ребята, смотрите, за две канистры масла 1500. 1498. За две канистры 749 умножаем на 2. Так, взял спецификат соответствия на это масло. То есть поставили печать. Как бы должно быть все оригинальное. Ребят, заехал в сервис. Сейчас масло заменим. Так, на масле, которое я заливал, проехал я 4500. Там была синтетика. Здесь у меня полуфинтетику я залью. Через четыре с половиной тысячи у меня будет... Дим, какой? Второй или третий у меня будет того же? Не помню. 20 тысяч. На третий того приеду, там заменю. Ну, да. Поэтому сейчас машину подняли на подъемник. Я могу сам масло заменить. Вы там, как говорится, не пишите мне, что я сам масло не могу заменить. Я могу. Ну, просто и машину заодно поднимем. Посмотрим, что поднищу. И вам заодно с подъемника будет удобнее показать, как меняется масло. Внешний осмотр. На подъемнике машину подняли. Не всегда есть возможность машину поднять на подъемнике. Но у меня такая есть возможность. Поэтому я сам, как бы, я могу, но желательно, чтобы приехать. Это вот шаровая верхняя, которую я заменил, где пыльник был порованный. Так, что здесь у нас? Здесь вроде как бы все у нас путем. Здесь шаровая целая, целая. Напоминаю, автомобиль 13,5 тысяч. Сейчас заменим масло. Так, откручиваем пробку. Здесь шестигранник. Пробка выкручивается, сливаем масло. Шрусы. Да, масло я заберу в канистру. Хочу сделать тест. 5 тысяч масла прошло и со свежим. По текучести хочу посмотреть. Как многие говорят, что после 5 тысяч масло уже типа теряет свои свойства. А, понятно, может брызнуть. Понятно. Так, визуально, конечно, масло черное. Ну, ты ошибаешься. Сейчас я покажу тест, что масло абсолютно чисто. То есть масло абсолютно чисто. Да? Да. Ну, вот идет струей. Да, нет. Ну, может брызнуть, может чистить. Ну, да, в принципе, так почистить. Ребят, здесь откручивается пыльник. Два саморезика. Три даже. Снимаем и у нас появляется доступ до фильтра. Так, снимается. Вот у нас масляный фильтр. Его будем откручивать. Пользуемся специальным съемником, потому что иногда фильтр открутить. Здоровья не хватает. Да, здоровья не хватает. Ну, вот так все происходит. Ребята, новый фильтр, когда ставите, масло в него заливать не нужно. Просто смазывается прокладочка и устанавливается. А как сильно его прижимать надо, Дим? Ну, как и раньше писали на фильтра, наоборот, после прикосновения резинки еще на 1 треть оборота дотянуть. Просто бывает затянешь, а потом его вниз снимешь. Так, ну все, фильтр установили. Ну, я как бы его подстягиваю. Угу. Решили так, где он старался? Нет. Это решил поменять масло. Проехал примерно 500 километров. Смотрите, масло слили. Умеется стружка. Да, пудра такая определенная. Это уже не пудра, это уже стружка. Стружка уже там, да? Крупная она, как писак. Угу. Ну, масло поменяем, посмотрим. Еще прокатнемся потом. Обращаюсь к заводу АВТ, который производит дифференциалы повышенного трения. Объясните мне, почему такая стружка. Вот смотрите, установлен самоблок АВТ-шный, 9 килограмм. Колесо крутится вперед. Второе колесо тоже крутится вперед. На свободном дифференциале там все наоборот происходит. Одно колесо вперед, другое назад крутится. То есть, в принципе, самоблок как бы работает, да, Дим? Получается, да. Ну, потом опустим, попробуем на усилие одно колесо. Так у нас внешне вроде все нормально. В задний редуктор заливаем масло Эльф. Масло Эльф залили в нагнетатель. Где-то примерно полтора литра залили. Сколько поместится? Ну, должно где-то литра 200 зайти. Пойдем заливать в задний редуктор. Масло в задний редуктор заливается, пока не будет выходить из горловины. Это и будет уровень масла. Здесь больше залить не получится. Все, вот это и есть уровень. Больше сюда не зальешь. Все, закручиваем пробку. Я слушаю, а вот эти шрузы, что там, как они у нас? Там люфты какие-то должны быть, нет у них? Как они проверяются? Ну, ты их никак не проверяешь. То есть, вот эту в лево-право, то, что он ходит, это нормально, да? Да, это то есть. А, смещение вот это, да? И в заднем тоже так же? А, вон как. Ну, то есть, мозг. Ну, да, то есть, вон что, понятно. Я почему думал, что он жестко. А ты скажи, вот люди спрашивают, подрамники ставят. Нужно их ставить, нет? Я думаю, это не к чему. Двоякое. Потому что, во-первых, его снимешь, уже баланс, так сказать, уйдет. Да его уже сложно поставить правильно потом. Ну, его уже потом надо оцентровать, конечно. Ну, да, потом оцентровать надо будет. Ну, там просто из-за этого подрамника добавляется здесь одно крепление, и что, сзади. Вот эти подушки, они просто разворачиваются вниз. То есть, они сейчас кузов держатся, тут, кстати, подрамник, они подушки коврочатся здесь, они. Тут, например, это клиент занижает. Ну, да. Он, считай, вот так вот примерно будет. Ну, эффект этих, хочу сказать, что такого не дает никакого. Да. Вот опять же маркетинг. Ну, понятно. Продали, наварились, да, у меня. Согласен, с тобой. Рассказали красиво, люди поверили. Да. Так же, как я хочу сказать, что он проехал вообще-то. Не к чему вам. Ясно. Чтобы посмотреть уровень масла в коробке, откручивается вот этот вот гол. Масло должно оттуда, по сути-то, потечь. Это означает, что масло в коробке есть. Вот, видите, масло потекло. То есть масло в коробке есть. Все отлично у нас. Три стороны. Может, три с половиной. Последние штрихи. Зальем масло. Поедем. Итог. В редукторе поменяли масло. В двигателе масло заменили. Полусинтетику заливаем. Плюсовая температура у нас начинается. На четыре с половиной тысячи примерно, вот это масло через четыре с половиной тысячи, примерно масло я это заменю. Напишите, как считаете, правильно, неправильно, чаще масло менять. Хуже от этого, я думаю, не будет. Ну вот, в принципе, и все, заканчивается. Помыл машину, заехал. Посмотрели подвесочку. Напоминаю, все, сам могу это сделать, но мне удобнее здесь. Заехать, сделать осмотр автомобиля. Посмотрели. В заднем редукторе масло заменили. Движок заменили. Посмотрели по ходовке, все нормально. Ну и все, мы поедем домой. Ладно, ребята, спасибо, что смотрите. Ставьте лайки, пишите комменты. Все, пока всем. Сейчас, смотрите, один край автомобиля поднимем, заднее колесо немножко. И руками будем крутить. Посмотрим преднатяг, усилие какое есть в автомобиле. То есть, получается, одно колесо будет у нас стоять. Все, Дим, хорош. Вот, и попробуем его покрутить, посмотреть. Что, нет ничего усилища? Колесо стоит. Не знаю. Завод АВТ. Скажите, в чем фигня-то? Почему нет никакого преднатяга, усилия? Или должны быть какие-то обороты? Хочу узнать. Ответьте. Завод АВТ. Все, попробуй за руку. Заметим.